И всем привет, ребят, с вами Мистер Вайк, и с вами описываю новый ролик. Сегодняшний видео ролик посвящен нашему замечательному Танкофонду. Ну и сегодня у нас есть уже знаменательная цифра, которая будет пройдена в Танкофонде. И можно, ну можно так сказать, уже пройти одну треть от нашего Танкофонда, а подтвердить ее, посмотреть, какие призы мы 100% уже на сегодняшний момент времени получаем на свои аккаунты, ну и отправиться за лучшими призами. По моим подсчетам еще все впереди, и все еще самые ценные призы с этого Танкофонда можно забрать. Но уже на сегодняшний момент времени у нас есть очень красивая цифра и очень красивая отметка, которую мы вместе с вами преодолеем уже сегодня, да уже можно сказать преодолели, да, потому что там до 10 миллионов остается 60 тысяч, да, и уже будет у нас 10 миллионов в Танкофонде. Если вы ждали этот видеоролик, если вам нравятся видеоролики посвященные Танкофонду, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, обязательно подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов, где-то у нас только в аккаунтике с этим личным Танкофондаем. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполните форму, которая есть в описании, уже менее чем через 2 недели будут итоги этого розыгрыша. Что касаемо нашего Танкофонда, то на сегодняшний момент времени, как я уже сказал, он преодолевает отметку в 10 миллионов и максимально сильно приближается к устройству на шафта. К слову, о устройстве я на нем играл на мегадонате. Если вдруг кто не видел обзор этого устройства, то может перейти посмотреть. И честно, мне это устройство очень сильно понравилось, то есть оно себя показало очень и очень достойно. Также в ближайшее время протестирую вот эти вот два устройства, что на Вулкан, что на Магнум. Поэтому, если не хотите пропускать обзоры, то подпишитесь на канал Мегадоната, там все эти обзоры на эти устройства выйдут в ближайшее время. Ну и просто можете тоже смотреть видосы по Мегадонату. В описании ссылочка на этот канал тоже имеется. Ну и исходя из того, что я вижу по Танкофонду, да, во-первых, растет неплохо бустера фонд. Да, во-первых, этот фонд растет прям, ну замечательно даже я бы сказал в моменте. Прям очень отличные и хорошие цифры набирает он. Ну и, честно говоря, есть вера в то, что Танкофонд будет точно больше двадцатки, да, потому что многие начинают сейчас уже говорить о том, что там, мол, из-за бустера там Танкофонд стопорнется где-то, он не будет там набирать какие-то цифры, он будет там стоять на одном месте и все в этом духе. Но я для себя вижу, что Танкофонд вполне себе может залетать и под 25, а может под разгон даже и под 30 миллионов. Сейчас хочу открыть сайт с нашей замечательной статистикой, только не могу найти. Вот он. С нашей замечательной статистикой, где можно наглядно посмотреть вообще все цифры по набору и как они выглядят, да. И вчера мне ребята сказали о том, что я мог бы был неправ по поводу статистики. Вчерашняя моя информация была недостоверная. И эта информация была за два дня, получается, да. Когда я сказал, что добавился у нас миллион триста тысяч, это была, оказывается, инфа за два дня. За два дня, нежели за один день. То есть я здесь был немножечко неправ, но в целом все равно тенденция сохраняется. Танкофонд продолжает набирать цифры, хотя, кстати, вот за последние 24 часа у нас наоборот немножечко падение имеется. Ну и вот, например, та цифра, на которую мы сейчас идем, выглядит в виде 22-23 миллионов. Да, то есть это та цифра, которую танкофонд должен набрать по той параболе, которая есть у нас на сегодняшний момент времени. То есть это тот приз, который по теоретическим данным должен быть получен в рамках этого танкофонда. Ну а 23-й приз это та самая смака, которую я, если честно, очень сильно хотел бы получить на свой аккаунт. Да, и по сути это, ну вот, один из, наверное, самых таких приятных и главных призов, который очень сильно пригодится мне, ну и многим игрокам, которые купили танкофонд. Помимо этого, минимум 60, минимум 60 ультраконтейнеров мы точно получим на аккаунт. Ну и я уже не говорю про еще и недельные контейнеры, которые тоже оттуда будут получены. Ну и плюс, получается, 4 устройства, как минимум, с броником и кризисом для тех ребят, у которых его нету. Я думаю, что это тоже приятный бонус. Ну и 50 недельных, в принципе, наверное, тоже неплохо. Поэтому даже если все там говорят о том, что там танкофонд ничего не наберет, что он там не дойдет до каких-то определенных хороших цифр, даже с этими значениями, которые есть у нас на сегодняшний момент времени, в 23 миллиона мы точно уложимся и сможем забрать довольно хорошие качественные призы, которые вы никогда не получите в любых других боевых там пропусках, либо элитных пропусках, в таком большом количестве. Но, я как уже говорил, если вас не интересуют эти танкофонды, то это лишь ваше сугубо мнение. Ну а мы влетаем в десяточку и продолжаем набирать в нашем танкофонде. Пишите, что вы думаете по поводу танкофонда, какие у вас мысли на сегодняшний момент времени, до каких значений вы реально видите шанс дойти в этом танкофонде на сегодняшний момент времени. Я, вот в принципе, как и там в первые дни говорил, что вот главная для меня планка это 23, да, то есть получить устройство на смоку. Напишите, какие у вас мысли по этому поводу, ну и сколько миллионов, по вашему мнению, наберет этот танкофонд. Можете даже сделать такую ставочку с еще и дополнительным своим никнеймом. Если угадаете, возможно, сделаем еще и какие-то дополнительные призы за то, что вы угадали правильное значение нашего замечательного танкофонда. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.